Керчь отмечает 68-ю годовщину освобождения. Традиционно, каждый год в этот день к вечному огню в сквер Славы, люди приходят, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти героям, совершившим бессмертный подвиг во имя мира на земле. Сегодня представители ветеранского движения, городской администрации, учащиеся школ и вузов Керчи, собрались в сквере Славы, чтобы почтить павших в годы Великой Отечественной войны. День 11 апреля – это знаменательная дата в жизни не только нас, ветеранов, но и всех керчан, потому что в этот день Керчь стала свободная, немецко-фашистских захватчиков выгнали с этого города, и город стал жить мирно. Безусловно, большой ценой досталась эта победа, это освобождение нашего города. Это около 200 тысяч погибших наших моряков, десантиков, ибо другими путями освободить город было нельзя, только с моря, со всех сторон. И ясно, что в этом большую роль играли наши моряки-десантики. Для керчан всех возрастов война связана с памятью о мужестве солдат, их бесстрашии и самоотверженности. Каждая пять нашей земли в годы войны добывалась кровью. В летописи истории золотыми буквами вписаны имена шести керчан, героев Советского Союза и тысяч безымянных солдат, сложивших головы в боях за Керчь. 11 апреля – день, когда жители нашего города-героя вспоминают славную историю Керчи, выстоявшей в годы военного лихолетия. Это святой день для керчан. И вы знаете, я вот пришла, смотрю, на скамейке сидит бабушка Шура, моя соседка, укладчица парашюта во время войны. С другой стороны стоит Дементьева тетя Надя, которая подростком, ребенком познала все ужасы от жемушкайских катакомб, каменоломен и всего, что происходило там. Я отношусь к поколению, рожденному после войны. Но наши родители в детстве перенесли все ужасы этой войны, и через них мы, конечно, восприняли всю эту боль и все те страдания, через которых прошла наша страна во время войны. Ветераны в этот день надевают боевые ордена и медали, вспоминают погибших товарищей, делятся своими чувствами. Война заставила нас защищать свою страну. Много погибло людей, поэтому остатки нашего военного, мы пришли сюда почтить память им и пожелать городу-герою быть краше и счастливее. Я хочу поздравить всех керчан, без исключения. Все мы в долгу перед этими людьми, которые освободили нашу Керчь. Когда-то 100-тысячная Керчь встречала воинов-освободителей уже советской армии, Красной армией уже была названа Советской армией, встречало всего 34 человека. Изможденные, больные, худые, голодные. Но очень быстро Керчь стала восстанавливаться. Я, как воин-афганец, знаю не понаслышке, что такое война. Два с половиной года участвовал в этой бойне. Знаю, как это происходит в боевых условиях. Городская администрация оказывает посильную помощь пожилым людям и участникам Великой Отечественной войны. Помнит об их нуждах не только в праздничные дни. Поздравляя ветеранов с Днем освобождения Керчи, представители исполкома от имени городского головы желают им долголетия, благополучия и мирного неба над головой. Мы помним всегда и будем помнить и передавать из поколения в поколение те страшные минуты, которые провели и войны, и мирные люди в подземных каменоломнях Аджимушкая. Мы помним Багеровский ров. Мы никогда не забудем тех людей, которые погибли ради нас. Мы возлагаем ради них во всех наших памятных, достойных местах, на братских могилах всегда цветы в этот день. И очень большую дань уважения, большие слова благодарности, я хочу сказать, живущим ветеранам, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. Пожелать им крепкого здоровья, пожелать им мирного неба, пожелать им долголетия, пожелать им бодрости и благополучия. А нашему прекрасному городу я хочу пожелать только процветания.